Здравствуйте, меня зовут Кашина Юлия, и сегодня в программе «Психолог и я» мы поговорим о подготовке к ЕГЭ. Первое. Ваша подготовка будет напрямую зависеть от того, насколько правильно вы распределите материал по темам, насколько правильно вы будете готовиться и насколько тщательно вы будете готовиться, насколько ответственным вы подойдете к этому заданию. И второе. Многие боятся волнения на экзамене, многие думают, как избежать этого волнения, но хочу сразу сказать, волнение – это нормально. И поэтому прибегать к разного рода успокоительным средствам, будь то валерьянка, пустырник, опасно. Не то, что не нужно, но и опасно, потому что все это оказывает тормозящее действие на нервную систему, в том числе на процессы мышления, внимание, память. И, естественно, затрудняет работу на экзамене. Поэтому для того, чтобы лучше успокоиться, для того, чтобы прийти в себя, используйте метод глубокого дыхания. Он очень прост. На три счета вы делаете вдох животом, задерживаете и на три счета выдыхаете. Это простое упражнение, повторение его три раза будет достаточным для того, чтобы почувствовать успокоение, прийти в себя, снабдить свой организм кислородом, в первую очередь мозг и настроиться на работу. Итак, об этом методе глубокого дыхания всегда вспоминайте в минуты волнения и пробуйте его. Вы сразу на своем опыте убедитесь, насколько он эффективен. В данный момент все экзамены проводятся в тестовой форме. И для того, чтобы подготовиться, используйте демо-версии по интересующему вас предмету. Сейчас это активно делается и в школах, то есть пробные ЕГЭ, задания в виде тестов. Естественно, вы можете делать это еще и самостоятельно на компьютере, находя задания за прошлые годы. И на что обратить внимание? Всегда обращайте внимание на то, что вам дается сложнее всего. То есть те темы, которые были упущены когда-то вами. Возвращайтесь к материалу, в котором есть пробелы. И повторяя потом материал в демо-версии, обращайте внимание, насколько эффективно он усвоен. Распределяйте время подготовки таким образом, чтобы вы не переутруждались. То есть до экзамена должно быть хотя бы недели-две вот такой тщательной подготовки. Для того, чтобы не перегружать себя и сохранить свои силы и здоровье. И к тому же это позволит более эффективно усвоить материал. Когда мы находимся в ситуации спешки, то, естественно, материал запоминается менее эффективно. Время подготовки лучше рассчитывать на дневной период. Причем не жертвуйте сном. Обязательно должен быть полноценный отдых. Это не только для того, чтобы вы могли отдохнуть, а для того, чтобы восстановить организм и улучшить механизмы запоминания. Механизмы памяти и внимания. Иногда можно прибегать и к дневному сну. Если чувствуете, что утомились, не лишним будет поспать полтора часа для того, чтобы опять восстановиться. Занятия при подготовке распределяйте таким образом, чтобы они чередовались с минутами зарядки или какой-то активной деятельности. Для того, чтобы переключать внимание и сменять вид деятельности с одного на другой. Опять же, для того, чтобы улучшать запоминание. Распределяйте материал от сложного к простому. Начните с того материала, который дается вам сложнее всего. Для чего? Потому что каждый день, подготавливаясь к экзамену, повторяйте этот сложный материал, и вы его усвоите наиболее эффективно. Для запоминания используйте тот вид памяти, который для вас характерен. И в основном дети уже знают эти механизмы. Кому-то легче воспринимать информацию на слух. Это люди, у которых активен слуховой канал восприятия. Кому-то легче воспринимать зрительную информацию. Это зрительный канал восприятия. Кому-то легче подбирать ассоциации. Либо учить, заучивать материал в движении. Это киноэстетики. Используйте эти виды запоминания, механизмы запоминания. Очень полезным будет всегда, при любом канале восприятия, записывать изученный материал в виде схем, тезисов, таблиц. Вообще, в конце каждого дня подготовки к экзаменам, тот материал, который усвоили, запишите в виде таблиц или тезисов, для того, чтобы убедиться в прочности запоминания. При изучении материала актуально использовать такой метод, как шпаргалки. Потому что, во-первых, вы записываете то, что изучаете, структурируете материал. Все, что мы дублируем несколько раз, упрочняет запоминание. Итак, как вести себя на экзамене? Ну, во-первых, выспаться перед экзаменом. Когда вам дали уже это тестовое задание, не спешите выполнять его сразу. Пробежитесь глазами по всему заданию. Выберите те задания, которые легче для вас. И начинайте выполнять тестовые задания именно с тех, которые знаете, в которых уверены. Оставляйте на это где-то одну треть времени. Не задерживайтесь на трудных для вас заданиях, потому что глупо будет, если вы не выполните весь объем материала только лишь из-за того, что засели на каком-то трудном задании. Когда вы справились с легкими заданиями, переходите к трудным. Следите за временем. Не спешите выполнять задания сразу после того, как вы прочитали. Прочитайте несколько раз и убедитесь в том, что вы правильно поняли это задание. Только тогда ставьте ваш ответ. Значит, памятка родителям. Во-первых, настраивайте ребенка на позитив. Переставайте его ругать. Забывайте о неудачах. Концентрируйте внимание на его успехах. И формулируйте у него установку «Я справлюсь». Уделите внимание его рациону питания. Такие продукты, как орехи, творог, рыба, шоколад, курага способствуют активизации работы мозга. Учите ребенка контролировать свое время при выполнении заданий. Когда будете подготавливаться, давайте ему возможность самому контролировать время и учите его этому. И обязательно проверьте его режим дня и следите за тем, чтобы он не переутомлялся. Надеюсь, данные советы вам помогут в подготовке к экзаменам. На сегодня я с вами прощаюсь. Интересующие вас вопросы вы можете задать по электронной почте, адрес которой вы видите на экране. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова